Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, и мы расскажем вам о том, какие же доводы приводит Ольга Рапунцель в оправдание за свой образ жизни до проекта, а именно за работу в интимных чатах. Она объяснила это необходимостью заработать на жизнь. По признаниям Ольги, к подобной деятельности она возвращаться не собирается, но она и не стыдится своего сомнительного прошлого. Рапунцель уверена, что ей нечего стесняться и люди не вправе ее осуждать. Бедной девушке постоянно приходится сталкиваться с критикой в свой адрес. Без осуждения со стороны телезрителей также не обходится. Причина же этому не только поведение Рапунцель на площадке, но и ее скандальное прошлое. Ольга пишет, «Мне постоянно грозятся обрезать волосы. В родном Владивостоке я хожу исключительно с охраной, без нее из дома выходить опасно». Ни для кого уже не секрет, что раньше Рапунцель зарабатывала на жизнь съемками эротического содержания в видеочатах. Однажды дотошные пользователи сети нашли ролики, в которых она предстает в полуобнаженном виде, и обнародовали их. С тех пор Ольге сложно восстановить репутацию. Спустя некоторое время Рапунцель научилась проще к этому относиться и даже нашла оправдание своим действиям. Ольга вспоминает, «Моя подруга работала на одном из сайтов для иностранцев и попросила меня о помощи, поднять ей рейтинг с совместным участием в видео. Мы были обнажены и имитировали какие-то ласки. Рапунцель говорит, что тело свое она не продавала. Во время записи интимных роликов для видеочата к ней не прикоснулся ни один мужчина. А в реальной жизни она и вовсе отказывала в общении настойчивым мужчинам. Опыт работы в видеочатах Рапунцель воспринимает не иначе, как возможность заработать деньги максимально простым способом. «Я заработала на машину и на маленькую квартиру во Владивостоке», – говорит девушка. «На самом деле на этих сайтах можно хоть сутками сидеть и получать от 5 до 10 тысяч долларов в день. Я же выходила лишь на 2-3 часа». Мама Ольги полностью поддерживает свою дочь и не осуждает за сомнительное прошлое. Фанаты телепроекта уверены, что пятно с репутацией Ольги Рапунцель никогда не отмоется. И более того, оно ляжет тяжким грузом на ее будущих детей. Сама Ольга об этом не переживает. Она говорит, что найдет способы объяснить своему ребенку, почему же она на это пошла. Сейчас, оглядываясь в прошлое, Рапунцель осознает, что она была очень завистлива. Люди из окружения Ольги жили на широкую ногу, и она тоже хотела роскоши. «Все мои подруги – обеспеченные девушки», – говорит Рапунцель, – «которые ни в чем себе не отказывают. Они делают дорогие покупки, отдыхают за рубежом, у них состоятельные мужья. Мне тоже всегда хотелось жить в достатке. Увы, мои родители не могли себе позволить подобного». Мне помогали мужчины, а к хорошей жизни быстро привыкаешь. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»!